Выступая перед журналистами, кажется, в Нижнем Новгороде, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила нечто чудовищное, ошеломляюще жуткое. В ближайшее время, сообщила госпожа Голикова, число работников от 30 до 39 лет в России упадет на треть. Госпожа Голикова связала происходящие перемены с некими демографическими процессами, которые были заложены давно. В свойственной ей чиновнице манере она назвала людей работниками, служащими и так далее. Люди живые люди. Стою я здесь на Новом Арбате, около этих вставных челюстей Москвы, этих высоток, которые, несмотря на миллиардное обрамление в виде освещения, все равно старые, и они стареют. И достаточно скоро их придется заменять. И вижу иллюзорность всего происходящего. Вот кафе под открытым небом, и там вкушают люди. Другие люди, одетые, разодетые, проходят мимо, снуют. И люди, кажется, есть. Но людей становится все меньше и меньше. И это пир сатаны. Он продолжается. Добрый вечер, друзья. С вами снова я, Захарыч Положенный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность, друзья. И я снова, это финальная попытка, не ладилась у меня с телеграмом, удалил я канал. Но сейчас я вновь завел телеграм-канал. Загляните, пожалуйста, в описание, и там вы увидите ссылку. Прошу вас, подпишитесь на телеграм-канал. Их там два. Подпишитесь, пожалуйста, на оба. И на второй ютуб-канал тоже, прошу вас, подпишитесь, дорогие друзья. И давайте попробуем вдуматься, что происходит. Какой мрачный ужас открывается нашим глазам. На треть меньше людей от 30 до 39 лет. Целый отрезок. Самые трудоспособные. И речь идет прежде всего о высококвалифицированных и просто квалифицированных специалистах. Все меньше и меньше. И вот эта ткань бытия, которая была соткана и покрывалом наброшена, эта ткань бытия растягивается и рвется. Да, да, так оно и есть. И дело тут, вот, конечно, не только в некой демографической яме. Демографическая яма есть, безусловно. Но эта демографическая яма углублена такими лопатами, как социальное прореживание, выстроенными еще очень-очень давно. Потери в мирное время, палочная система, распространение всяких отравляющих веществ среди молодежи. Сама культура, гнусная культура, которая адской плесенью цветет в последние десятилетия новой России. Разлагающая культура, уничтожение института семьи, разложение институтов. Да, это институты, но эта религия, она необходима людям. Так вот, и дискредитация институтов религии, и многое другое. Не говоря даже о пище. Пище, которая зачастую попросту отравлена. Интернет изобилует множеством примеров. Да что там интернет, если даже такие СМИ, которые явно с радостью дружат с общей государственной политикой и информационным мейнстримом, такие как, скажем, известия, говорят о том, сколько поддельных сыров и в каких они торговых сетях есть. Я не буду перечислять и цитировать. Вы легко можете погуглить и найти. А сама среда бытия настроена на то, чтобы люди меньше размножались, ибо жилплощадь невероятно дорогая. В самой большой стране мира невероятно дорогая жилплощадь. Чтобы мы меньше передвигались по стране. Это только в Соединенных Штатах есть программа, по которой можно летать от штата к штату. Зафиксированную цену 100-150 долларов, не помню. А у нас, чтобы попасть во Владивосток, это не каждый может себе позволить. Это поездка всей жизни. Много, много всяких таких барьеров выстроено, поставлено. И барьеры эти неуклонные, неумолимо душат. Душат народ. Преимущественно коренной народ России. Но одновременно с этим устраиваются и всякие аббревиатуры. И вновь я вспоминаю прекрасного порой Пелевина с его аббревиатурными заклинаниями. Как он метко заметил, вот это вот, четко заметил. Очень интересный момент, дорогие друзья. Это действительно колдовство. Это действительно сатанинские дела. Дорогие друзья, и вот, что происходит. Но добавлю, что многие уехали. Многие, огромное число уехало с нашей Родины, из нашей России. И уехали как раз те самые специалисты от 30 до 39 лет из этого сегмента. Это серьезнейшее выхолощивание общества. Ну, общество у нас назвать язык не повернется. Но не общество, а сообщество двуногих. Homo commodum России. Человеков удобных России. И это очень-очень серьезный удар по России, особенно, если учитывать и осознавать, насколько велико число мигрантов и точного числа мигрантов, находящихся в России, на самом деле никто вам не скажет. Кроме тех, кто действительно знает, а уж они не скажут, не обнародуют и подавно. Много, много, много. Я не ксенофоб. Я с одинаковым равновесием отношусь ко всем народам, этносам, религиям, и балам, и возрастам. Да, с уважением к старшим. Но происходит такая... И нельзя сказать, что это ассимилирование приехавших людей. Перемешивание, ассимиляция, особенной не наблюдается. Происходит замещение. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность и подпишитесь на новый телеграм. Дорогие друзья, это на самом деле большая-большая трагедия и большое-большое горе. Еще раз от всей души поздравляю всех верующих православных христиан с Рождеством Пресвятой Богородицы. Доброго вечера. Берегите себя и своих близких. Не будьте леммингами. Не следуйте бредовым позывам прыгнуть с обрыва. Живите долго и счастливо. Любите и будьте любимы.